В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Зал Сущепотева. Здравствуйте! Очередное оперативное совещание в правительстве республики в понедельник, 18 января, началось по традиции с анализа эпидемиологической ситуации. Также речь шла о массовой вакцинации от коронавируса, положении дел в жилищно-коммунальном и дорожном хозяйствах. Накануне Большого православного праздника Крещения Господня обсудили вопрос безопасности крещенских купаний. За этим в республике будут следить спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Среди других тем оперативки – возможность соцподдержки на основании социального контракта, рост волового производства сельскохозяйственной продукции путем рационального и эффективного распоряжения земельными ресурсами, итоги года эстетики в Башкортостане. В прошлом году в муниципалитетах республики проложили более 180 километров тротуаров, разбили свыше 300 тысяч квадратных метров газонов, произвели замену 10 тысяч светильников на энергоэффективные. Центральным мероприятием года эстетики стало восстановление, а в некоторых населенных пунктах и создание системы дней чистоты. С марта по октябрь 2020 года в республике было проведено 28 дней чистоты. Участие в них еженедельно принимали более 50 тысяч человек. Также значимым событием года эстетики стал марафон «Зеленая Россия – Зеленая Башкирия». А на еженедельном утреннем совещании в администрации Янаульского района подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей и жителей частного сектора. Заявки на участие подали более 30 предприятий, но ввиду карантинных мер для награждения в администрацию пригласили только победителей, занявших первые места в своих номинациях. Почетные грамоты и памятные сертификаты получили представители Янаульского лесхоза и общества с ограниченной ответственностью Янаул благоустройства за ежегодный выбор и доставку лесной красавицы на главную площадь города. За лучшее новогоднее оформление награды получили Янаульские электросети, предприятие «Башкировтодор», обновленный дворец молодежи, Янаульский лицей. Среди индивидуальных предпринимателей первое место заняла Эльвира Фадкулина, руководитель клиники «Мастер Дент». В конкурсе семей лучше всего оформивших празднику свой дом победила семья Проскуряковых. 19 января православные христиане празднуют Крещение Господним. Праздничные мероприятия начинаются накануне вечером 18 января. В это время заканчиваются рождественские святки и начинается Крещенский сочельник. В этот день принято освящать воду, проводить молебны и, конечно же, участвовать в крещенских купаниях. Впервые окунуться в освященную купель можно было и в нашем районе. Об этом расскажем прямо сейчас. Подготовка к празднованию началась задолго до намеченной даты. В этом году впервые в нашем районе было принято решение оборудовать иордань. В полдень 18 января на пруду вдоль реки Янаулка вблизи деревни Иткинеева было многолюдно. Здесь работала и тяжелая техника, и работники жилищно-коммунальной сферы города. Место расположения купели было выбрано не случайно. Это место отвечает всем установленным требованиям. Совместными усилиями ремонтного подразделения нефтяников, предприятиями Янаульский лесхоз Янаул благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства была подготовлена лестница для купели. Одолеть ледяной покров оказалось непросто. Больше часа тяжелого труда, и лестница установлена по всем правилам. А уже вечером здесь смогли собраться все желающие. Настоятель Иверско-Ильинского храма Николай Гречушкин провел обряд освящения Ярдани. Участие в мероприятии принял и глава администрации района Ильшат Вазегатов. От имени всех православных верующих протеерей Николай Гречушкин поблагодарил его за такую масштабную работу. Морозная погода не остановила желающих окунуться в ледяную воду. И вот самый смелый мужчина этого вечера погрузился в купель. На территории освященного источника в эту ночь дежурили врачи, сотрудники полиции и спасатели. Сегодня в первый раз в Янольском районе проводятся крещенские купания. Новые для нас мероприятия, но цели и задачи ясны и понятны, чтобы не произошло какое-нибудь ЧП. Для этого мы здесь дежурим личным составом в готовности, чтобы оказать первую необходимую помощь тем, кто она понадобится. А так в основном глава и батюшка молодцы, организовали. Мы вместе со всеми радуемся этому. Считается, что вода, освященная в канун крещения, имеет благодатную силу и способна исцелять недуги. Поэтому, несмотря на отметку термометра в минус 33 градуса, желающих окунуться с головой в купель было немало. И если одни с удовольствием делились своими впечатлениями, то другие скорее бежали согреться. Вблизи водоема в эту ночь оборудовали пункт обогрева и палатку для переодевания. Тепло закаляюсь. Четвертый раз уже. До этого в Николоберезовске. Я на Оле первый раз. В Москве пробовал, в Истре. Тело горит. Уже не холодно. Когда захочешь, только холодно. Купалась я в первый раз. Хотела. Родители не разрешали, но в итоге отпустили. Нырнула. Было. Сначала казалось, что очень холодно, но на деле не так холодно было. Ныряешь, и уже там все пропадает, и будь что будет. С крещением у православных связано и несколько погодных примет. Так наши предки верили, что ясная и холодная погода на крещении сулит сухое лето. А пасмурное и холодное говорит об обильном урожае. Великое освящение воды происходит на протяжении двух дней. В Крещенский сочельник утром 18 января и в сам праздник Крещения 19 числа. Как гласит предание, в этот день освящается вся водная стихия. Крещенскую воду 19 января можно пить целый день, а в последующие дни верующие по традиции пьют ее по утрам натощак. Желающих набрать воду в этот священный день было немало. Люди пришли с большими баллонами, банками и бутылками, чтобы набрать воду себе и поделиться ею со своими близкими. Также прихожане ставили свечи. Каждый молился о том, чтобы в его жизни и тех, кого он любит, царили счастье и любовь. В храме в эти дни совершаются особые молитвы, после чего священник погружает треекратно в воду крест. Святая вода не портится с течением времени, она остается по-прежнему свежей на протяжении одного, а то и двух лет. Дорогие янаулицы, братья и сестры, всех вас поздравляю с великим праздником крещения Господня, Богоявлением. Желаю вам всем крепкого здоровья, терпения, Божьей помощи, радости, чтобы через эту святую воду, которую мы освящаем в этот день, Господь не спасал вам душевные и телесные спасения и исцеления. Многое вам и благого лета. С праздником вас всех. В рамках федеральной программы «Городская среда» в Янауле продолжается реализация проекта «Северные ворота Башкортостана». Он включает в себя благоустройство елочной, торговой и привокзальной площадей. Напомню, что концепцию развития общественного пространства Янаула разработали представители Института развития городов и сел Башкортостана и эксперты проектной группы «8». 16 января они прибыли в Янаул для того, чтобы ознакомиться с этапом строительства объектов, а также предложить новые идеи. Подробнее об этом далее в эфире. Если вы дадите список, ну, такие... Делегация осмотрела строящиеся объекты, ознакомилась с тем, что уже сделано и какой объем работ еще предстоит освоить. Обсудили вопросы, возникшие в ходе строительства, оценили, как подрядные организации воплощают в жизнь их идеи, рассмотрели те варианты освоения новых территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Лично мне, как проектировщику и человеку, работающему с жителями, очень нравится, как проходит реализация, потому что год назад я была здесь впервые вместе с проектной группой «8» на обсуждениях с горожанами, и я помню, что говорили там, и я вижу, как это происходит. Очень радостно, что строится мост, что на месте старого моста рядышком появится новый мост, он будет более удобный, и людям будет удобнее попадать на привокзальную площадь. И очень интересны были сегодня переговоры с батюшкой в храме по поводу преобразования территории храма. Мы пока на переговорной стадии, потому что эта территория прилегает к территории благоустройства, и храм очень важен, очень важная часть города. Нам бы, как проектировщикам и архитекторам, хотелось бы раскрыть эту историю города, потому что она пока находится за забором. Но мы пока на стадии переговоров. Лично мне очень нравится. Я не архитектор, я не замечаю каких-то недочетов. Я просто вижу, как пожелания жителей реализуются в материале. Скоро тут появятся павильоны и кафе, и это очень круто, будет очень классная детская площадка. Также мы, как институт, будем курировать работу общественного пространства. Мы сейчас уже задаемся вопросами о создании управляющей организации, и как наполнять павильоны, какие работы сообществами, кто там будет находиться, и как это будет работать. Мы задаемся этим вопросами, и надеемся, что к открытию мы уже... Все будет работать так, как мы запланировали в концепции. Среди рассматриваемых вариантов – территория историко-краеведческого музея и городского парка. Участники встречи посетили музей, обсудили концепцию его дальнейшего развития. Затем делегация приняла участие в работе круглого стола. Он прошел во Дворце молодежи. Среди собравшихся – специалисты администрации района и города, управления культуры, активисты. Участники обсудили новый проект благоустройства общественных пространств. Архитекторы в этот день принимали все предложенные варианты благоустройства Янаула. Молодежь активно включилась в процесс обсуждения. Они предложили немало интересных идей. Янаульский район уже не первый год участвует в федеральном проекте «Городская среда». За счет этой программы было очень много сделано в предыдущие годы. Это и разбит сквер по улице Некрасова, который мы в последующем назвали спортивным парком. Установлены были элементы в городском парке. Сцена появилась на городской площади. В 2020 году мы начали реализовывать, в том числе в рамках этой программы, проект по перезагрузке нашей Юочной площади. И вот сегодня мы уже обсуждаем проект будущего. В 2021 году мы будем реализовывать уже последующие, получается, этапы проекта. Это мы заходим в городской парк и преобразовываем некоторые площадки. Появляется скейт-парк, появляется площадка для занятий шахматами и шашками. Появляется площадка для занятий силовыми видами спорта типа «Workout». Преображаются территории и входные группы в парк. И вместо бывшей площадки танцпола, а потом место, где стоял павильон с гармошкой, вот на этой территории у нас появляется небольшая сценка и амфитеатр, для того, чтобы и творческие коллективы могли небольшими группами реализовывать какие-то свои проекты. Вот это все будет делаться в рамках проекта «Городская среда». В том числе появились еще возможности участвовать в иных программах, направленных также на благоустройство общественных территорий, в том числе программа по развитию малых городов и исторических поселений. Мы популяризовали эту тему. В 2020 году мы выиграли и вошли в топ-3 проектов по республике Башкортостан. Победители этого конкурса начали реализацию проекта «Северные ворота Башкортостана». Проект в 2021 году, мы уверены, успешно будет реализован и к августу месяц сдан уже в конечном виде в эксплуатацию. По словам авторов проекта, к марту этого года должна быть представлена окончательная концепция, предпроектная документация и подготовлена заявка для участия в конкурсе. А пока каждый житель Янаула может предложить свое видение благоустройства родного города. Специально для этого в социальных сетях разработаны онлайн-площадки. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. С середины декабря прошлого года в нашем районе в рамках проекта программы поддержки местных инициатив 2021 началось проведение итоговых собраний граждан. Очередное собрание прошло в деревне Петровка Орловского сельского совета 14 января. Перед жителями выступила глава администрации сельского поселения Любовь Шамшурина. Она озвучила вопросы, представленные на рассмотрение. Среди них согласие на участие в программе, выбор инициативной группы, определение суммы вклада жителей на реализацию проекта. В мероприятие приняла участие секретарь совета района Инделяя Ибрагимова. Она ознакомила присутствующих с условиями участия в конкурсе и рассказала о бальной системе оценки. Секретарь совета отметила, что Орловский сельсовет за пять лет реализации программы смог пройти конкурсный отбор и реализовать выбранные проекты четыре раза. По итогам обсуждений и голосования жители деревни единогласно выбрали проект по приобретению оборудования для детской спортивной площадки в деревне. Также на собрании была выбрана инициативная группа, определена сумма вклада жителей на реализацию выбранного проекта. До этого у нас 27 октября было проведено предварительное собрание в населенном пункте деревни Петровка, где жители уже определили данный проект. И сегодня у нас прошло итоговое собрание, жители уже определились с данным проектом. Для данного проекта нам требуется общая сумма 336 тысяч рублей. Уровень софинансирования проекта со стороны населения составляет 15 процентов, это 36 тысяч рублей. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета сельского поселения составляет 15 процентов, также это 36 тысяч рублей. И из республиканского бюджета для реализации данного проекта нам необходима сумма 240 тысяч рублей. На предварительном собрании жителей деревни Петровка Хмелева Зиля Рафикова изъявила желание быть спонсором данного проекта и внести сумму в размере 10 процентов, это 24 тысячи рублей. Почему выбор жителей деревни Петровка пал именно на данный проект? Потому что в данном населенном пункте проживает 137 жителей, из них детей до 18 лет насчитывается 17, и 6 из них это дети дошкольного возраста. В данном населенном пункте отсутствуют какие-либо учреждения досуга, и поэтому детям в весенний-осенний-летний период нужно где-то проводить свой досуг. А для этого у нас при Петровском сельском клубе есть хороший земельный участок, где мы и планируем разместить данную детско-спортивную площадку. Мы будем надеяться на то, что наш проект пройдет все отборочные туры, наберет определенные баллы, и мы будем стараться стремиться к победе. В рамках программы поддержки местных инициатив двух сельских поселений Янаульского района прошли общие собрания. Напомним, что программа подразумевает решение социально значимых проблем за счет финансовых средств бюджета муниципального образования и средств физических и юридических лиц. Все 18 сельских поселений и городское проводят собрания. 15 января в селе Старокудашево общим решением принят проект капитального ремонта административного здания. Население села Старокудашево первоочередной задачей поставило отремонтировать административное здание по улице Центральная 2 села Старокудашево. Основными задачами ремонта являются ремонт полов, косметический ремонт, ремонт общей замены дверей, перегородок, а также сантехнических узлов и при входе сделать навес. В административное здание входит это учреждение, это сельский дом культуры, фешерский, акушерский пункт и библиотека, где обслуживает население в основном села Старокудашево и ближайших территорий населенных пунктов. Ну, население выбрало вот такой проект, первый, это необходимо для нашего населения, села Старокудашево и ближайших населенных пунктов. Главные задачи программы поддержки местных и инициатив – активизация населения в решении местных проблем и развитии общественной инфраструктуры в сельской местности. Жители Водской Аши подошли к вопросам благоустройства с инициативой и ответственностью. Одна из актуальных проблем его жителей – отсутствие света на улицах села. Общим голосованием сельчане приняли решение направить средства на капитальный ремонт уличного освещения. Профилактический рейд ГИБДД прошел в нашем районе в минувшую пятницу. Массовые проверки были направлены на предупреждение аварийных ситуаций и укрепление дисциплины на дорогах. В ходе рейда инспекторы составили 75 административных протоколов. Один водитель управлял чрезмерно тонированным транспортным средством. Шесть водителей пренебрегли ремнями безопасности. Один водитель нарушил правила движения через железнодорожные пути. Два водителя и два пешехода нарушили требования правил дорожного движения. Восемь автолюбителей нарушили правила перевозки людей, в том числе одного ребенка. В числе правонарушителей оказались и водители автобусов. Госавтоинспекция республики призывает водителей соблюдать предельную внимательность на дорогах. Еженедельно сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. С начала года было выявлено более 500 нарушений правил дорожного движения. Семь водителей были наказаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 15 водителей нарушили правила перевозки детей. Всего было оформлено 13 механических дорожно-транспортных происшествий и один наезд на пешехода со смертельным исходом. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость перед пешеходными переходами, а также вблизи образовательных учреждений. Пешеходы, переходите дорогу по пешеходному переходу и в темное время суток используйте светоотражающие элементы. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 20 января ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 18, минус 20, днем минус 14, минус 16 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями ночью снег, днем небольшой снег. В отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 8,13 метров в секунду. Днем местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 14, минус 19, днем минус 12, минус 17 градусов. Ветер юго-западный 8,13 метров в секунду. Подробности по телефону 8 937 78 78 68 5. 8 937 78 78 68 5. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки. Надевали маску в общественных местах. Чихали и кашляли в локоть. И защищались от чихов других. Соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером. И будьте здоровы. Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить. Навсегда. Живее я кому сказала. И так из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел. Ну купи. В классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. А что новый телефон? Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95.